Добрый день! Сейчас эта же фирма возводит радиологический корпус и туимский психоневрологический корпус. К нам они обратились с такой бедой, предоставив документальное свидетельство. Как они полагают, сейчас их затресировали просто проверками. Проверками засылается в один день несколько сразу запросов прокуратуры. Буквально по всем строящимся объектам просят предоставить полный пакет документов. Как полагают представители этого общества с ограниченной ответственностью. Речь идет как раз о таком понятии, как кошмаре бизнеса, о котором говорил президент. К сожалению, мы не специалисты. Понимаете, как разобраться, почему прокуратура в один день шлет сразу несколько запросов по строящимся объектам и требует в определенный срок предоставить. Почему такая вот прямо заинтересованность, жгучая к этой фирме. Поэтому мы обращаемся к вам. Мы предоставим все документы, в том числе и сами представители с вами пообщаются. Вот как раз мы хотим сказать о том, что не если это препятствие для реализации национальных проектов. Оба объекта, радиологический корпус и психоневрологический, они проводятся в рамках национальных проектов. А сам понимаете, что это федеральные деньги. Копейка не туда ушла, тут сразу уголовное дело это один. А самое главное это сроки. И если сроки будут нарушены, Москва эти деньги забирает и остаемся мы у разбитого корыта. Вот что вы можете сказать. А, да я вам еще хочу спросить. Обращались ли вам как уполномоченного по защите прав предпринимателей с такими вот жалобами предпринимателей? Обращались с такими жалобами. Ежегодно, постоянно такие обращения поступают. Аналогичные. В данном случае то предприятие, которое вы назвали, к нам не обращалось. Если такое обращение будет, я даже больше скажу, что мы ждем это обращение. Мы как правозащитный институт, как орган исполнительной власти, государственный институт, который призван обеспечить государственные гарантии защиты законных прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Если нам такое обращение поступит или другое какое-то обращение, то мы всеми своими возможностями, всеми своими путями, методами, то, что нам в правом поле прописано, мы будем защищать вот это предприятие. И будем обеспечивать, чтобы в отношении этого предприятия, если будут обнаружены какие-то нарушения, чтобы они были устранены, и чтобы законность и правопорядок восторжествовали, чтобы там пришло все в спокойное русло, и предприятию дали нормально работать, они запрашивали одно за другим какие-то сведения, предоставление информации и так далее и тому подобное. Мы очень благодарны вам за то, что есть такая возможность, мы вот впервые такая жалоба у нас поступила, я вас тоже призываю к тому, что давайте все-таки однажды покажем, есть ли это вот это понятие, когда кошмарит бизнес, или это все-таки надзорный орган свою работу делает как надо. Вот я тоже хочу сказать и вам, и вашим слушателям, читателям, зрителям, значит, что сначала надо нам проверить информацию, а до того, как проверять, у нас все-таки заявительный порядок, нам должно поступить обращение. Если обращение будет, мы эту информацию обязательно проверим. Вот сейчас, раз мы начинаем с другой стороны, да, вот в СМИ поступили эти сведения, то, естественно, мы будем освещать весь ход событий и показывать нашему обществу, как происходит защита прав предпринимателя. Изначально мы, когда будет какая-то уже какие-то сведения точные, мы покажем, есть нарушения или нет нарушения какие-то в отношении этого данного указанного вами предприятия. Но это, надо полагать, еще крайне важно, потому что у нас с каждым годом сокращается количество субъектов малого предпринимательства, они просто уходят из бизнеса, то ли в тень, то ли просто закрывают свое дело. Да, это действительно так. КОНЕЦ